Музыка Также при перемещении вы будете очень часто видеть порталы. Вот это двунаправленные порталы, на которые, если вы становитесь через пробел, можете перемещаться в одну и другую сторону. Они бывают разных типов, как видите, по цвету. Входя в портал одного цвета, вы и будете выходить именно в портале этого же цвета. Но есть и другого типа тоже двухсторонние монолиты или двухсторонние порталы, которые тоже, видите, позволяют выходить точно в таком же портале, который есть на карте. Но есть и более сложные варианты, так называемые односторонние порталы. Односторонние порталы выглядят именно таким вот образом. Опять же, они делятся на два типа, на маленькие и большие. Но у них есть своя особенность. Зайдя в них, вы не можете из них выйти. Вот, если я нажимаю пробел, мне пишет, что что-то сломалось. Отсюда я никак не уйду теперь. Из этой местности. И это на самом-то деле большая проблема. Очень большая. Поэтому односторонники, они целый ряд проблем дают. Это тоже, видите, это все монолиты выхода. Большая проблема. Есть, кстати, определенные моменты, как работать с односторонними порталами. Там есть свои ухищрения. Дело в том, что у одного и того же монолита входа, как вот здесь, монолитов выхода может быть несколько. И в каком именно вы выйдете, вы никогда не знаете. Это рандом, случайное событие. Вот эти особенности давайте мы с вами сейчас и рассмотрим. Сейчас удобно вообще через пробел вот так вот повторно посещать тот же объект, не сходя с него. Было время, ребят, когда приходилось это делать вот так. Сходить с объекта и заново входить, если вы что-то сделали. Поэтому HD-мод в этом плане очень сильно облегчил жизнь. Давайте зайдем в монолит входа. И вот мы вышли. Для того, чтобы мы не имели возможность выйти в этом портале, в этом выходе, нам нужно каким-то героям заблокировать этот выход. Вот сейчас Йог, он блокирует выход, поэтому здесь выйти будет нельзя. И если мы купим второго героя и зайдем в тот же монолит входа, мы автоматически с вами не сможем выйти в том же месте. Смотрите, мы вышли в другом. Точно такой же по цвету монолит выхода, как и у Йога, по сути. Но из-за того, что мы заблокировали, там выйти нельзя. Вот когда мы сошли с него, в Эм, присутствует вероятность, что у Вэя мы как раз выйдем в том же портале, хотя есть и третий, можем выйти в третьем. Вот, нам повезло, мы вышли в этом. Но на самом-то деле, если мы разблокируем, то можем выйти и здесь, следующим героем, и здесь. Поэтому, представляете, для того, чтобы выйти в нужном месте, вам придется каких-то героев, вместо того, чтобы в цепочках держать, использовать их для того, чтобы блокировать выходы в нужный момент и выходить в нужных конкретных зонах. Это огромные неудобства, но, возможно, вам придется с ними играть, особенно на Excel с подземельем карта. Там, где много зон, и приходится сделать много проходов, подземных врат и так далее. Вот как раз о подземных вратах мы с вами сейчас еще поговорим. Дело в том, что карта бывает не только наземная, но и подземная. И зайти в подземелье можно через вот такие вот врата подземного мира. Они позволяют как зайти в подземелье, так из него и выйти. Обычно эти подземные врата, конечно, еще и охраняемые. Здесь своя обзорочка выглядит вот таким вот образом, которая засвечивает подземелье, да, как таковое. И точно так же через него можно выходить наверх при желании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!